В набережных Челнах продолжается строительство моста, который соединит Замеликесье с поселком ГЭС. По прогнозам властей, в молодом микрорайоне будут проживать до 50 тысяч человек. Это соизмеримо с населением всего Заянского района. И потому транспортная доступность здесь становится вопросом номер один. Сегодня на стройплощадке побывал мэр Наил Магдеев, который оценил темпы работ. Пока они завершены на 13%, а сдача объекта намечена на октябрь следующего года. Подробности у Эльмиры Гайнудиновой. Сейчас моста через Меликеску по сути нет. Та проезжая часть, которая используется автомобилистами последние 9 лет, труба. Это было временное решение, чтобы сократить путь из Замеликесии на ГЭС. И изначально планировалось, что эту дорогу демонтируют. Но теперь ее решили оставить для пешеходов. То, что было выполнено в 2012 году, представляет ценность. И совместно с городом мы вышли с инициативы, а город поддержал, чтобы это стало впоследствии пешеходным, велосипедным мостом. И можно было перекинуть набережную с одного берега на другой. Как отметил мэр Наил Магдеев, необходимо снять транспортную напряженность в Замеликесии. Часы пик на старом мосту бывают заторы. Ведь проезжая часть состоит всего из двух полос движения. По одной в каждую сторону. А пропускная способность нового будет гораздо больше. Четыре полосы движения, две полосы в Замеликесии, две полосы из Замеликесии. Хорошая транспортная доступность. Строители предупреждают водителей, что при строительстве моста улицы Угостева полностью перекроют. Это необходимо для того, чтобы провести реконструкцию дорожного полотна. Нужно правильно понимать, старой дороги не будет. Она полностью подлежит демонтажу. Кроме того участка, который приходится на существующую трубу. Въездные пути через Сармановский тракт и первую дорогу. Те же самые, которые были 9 лет назад до строительства этого временного решения. Проезжая часть будет перекрыта и со стороны поселка ГЭС, и со стороны Замеликесии. Также здесь начнется строительство крупных очистных сооружений с большими резервуарами. Помимо возведения моста, также планируется построить очистные сооружения. Их максимальная скорость очистки составит 1000 литров в секунду. Строители рассчитывают, что объекты они сдадут в эксплуатацию в мае следующего года. Эти очистные сооружения будут принимать ливневые стоки не только с моста, но и с поселка ГЭС и микрорайоны Замеликесии. Все работы должны завершить в октябре следующего года. Эльмира Гайнудинова, Тагир Бекметов, Челны, 24.